потрясающе мы сейчас это все будем уметать ребята смотрите какая нереальная красота и атмосфера большая такая вот так уж мы едем всем привет мы находимся просто в полной глуши и это не шутка это место так и называется глушь у нас проблема мы никак не можем определиться с именем для нашего малыша а время уже приходит поэтому я всю семью собрала сюда сказала все никаких съемок никаких мероприятий будем находиться здесь пока не подберем имя поэтому наша задача подобрать имя но мы только вот заехали только приехали я вам хочу показать какая-то красота куда мы заехали сделать вам небольшой room tour смотрите это фонарики я уже жду не дождусь когда потемнеет там детская зона я потом вам ее поближе покажу вообще вокруг огромное количество просто леса и тишины внутреннее умиротворение а так выглядит наш домик это эко-отель короче ну вы поняли дерево природа все дела так заходим тра-та-там у нас тут первый этаж свечечки пледики все вся красота тут вот такие вот салфеточки в общем мини уютная мимимишная кухонка не кухня мечта до туалетик просто посмотрите какой он эстетичный тут реально можно просто снимать снимать и снимать какие-нибудь тиктоки какие-нибудь видосы и есть второй этаж поднимаемся вместе с вами я кстати еще не видела все поднялись но я так не тяжело первый раз вот здесь мы будем шпать с димой в палатке считай хотя может быть я буду спать внизу потому что мне сюда подниматься не так легко по лобкам закатываться это хижина так скажем лесника дом лесника для нас на два дня мы сняли будем жить тут я надеюсь за это время все что я запланировала будем делать помимо этого я взяла кучу настольных игр хочу устроить семье вообще 24 часа без гаджетов мы уберем телефоны мы выключим связь и не будем вообще подходить к телефонам вообще и просто перезагрузимся с наедине с природой а хозяйка этого замечательного дома наша подруга поэтому мы еще будем общаться вкусно кушать она кстати очень классно готовит я прямо жду не дождусь она пошла готовить тесто сказал будут пампушки мы привезли с собой рыбку вот и короче будем сегодня жарить рыбочку кушать пампушки посмотрите какую красоту настя принесла и вот такую короче ребята мои играют джинго бум я же говорила всякие игры при ней привезла еще кстати принес привезла вот такие балансиры будем играть на баланс на всякие головоломки пойдемте посмотрим что делает дима какая вот собака дается в аренду вместе с домом при желании пешик такой вот пешик тевтеля называется а вот такой вот мангал затапливать по самим приходится дадим на дороге который этот мучаюсь сейчас надо у нас попросить чтобы вот она скоро будет вкусный ужин на свежем воздухе под такими деревьями блин какой тут ли это где-то дачу прошелся там просто просто не знаю дико понимаешь там я обнаженная природа запах я так хочу туда зайти вот такая детская площадка тут глушторг торговать такой шалашик прикольный вот такие вот тут песочница и батут короче ну прикольно на самом деле необычно не то что всегда а это с вашей смородиной пирог уже потрясающе мы сейчас это все будем уметать ребята у нас уже вечер посмотрите как красиво огоньки горят а еще у нас есть кострище такая вот тут красота посмотрите какая нереальная красота и атмосфера а послушайте звуки природы у нас тут посмотрите какое доброе утро это творожная запеканка панкейки блин какая эстетика просто посмотрите как красиво все невероятно сейчас будем завтракать кстати говоря это не все принесли манку для нашего сына и шакшуку для миланы милана когда-то хотела научиться но как-то пока не сложилось два-три у синего моря ах и вот тут сразу кто умеет играть на гитаре у меня этот палец просто не шевелится надо же не только переставить но еще правильно зажать а я знаете что игра играла этот на улице дождик на улице короче я уже разучилась это было давно вот она жизнь деревенская в глуши дрова таскает даня а дима их разжигает для красоты честно говоря у насти тут экоферма и короче тут такая вот тема да не вкусная клубника помидоров вот такое вот хозяйство можно помидор сорвать ну посмотри кого-нибудь красненький маленький можно почему нет так ароматно помидорами пахну домашними да я думаю можно вкусно очень сладкий или скислинка рубрика собака-свинья продолжает он короче а нас за что мы так не делаем пока вы его не отодрете до белизна как чистота он только что с болота и решил высушить данечка тут активно папе помогает поджигают сейчас будем греть себе обед для начала надо огнище сделать шашлычок но вот дело вот домик вот где мы живем а вот так вот заходишь просто в сень деревьев и ты в глуши просто как в сказке какой-то анриел круто да да как будто вообще в каком-то вот реально в глуши в какой-то лесу тут да и ну пойдем посмотрим что погуляем подышим такой воздух такой озон просто нереально в предыдущем ролике я говорила что хочу в тишину вместо где кроме нас и вот такого вот леса никого нет и вот наконец я в этом место попала это так классно это так заряжает сегодня у всех моих домочадцев нету телефона самого утра никто не у тебя ни разу трубы телефон руки не взял я только снимаю снимаю чтобы было для вас поэтому мы прям полностью релакс у нас от гаджетов это очень нужно делать я еще очень хотел сказать вот обычно мы это когда мы не смотрим телефон и что такое необычное это для вас новый опыт да да и даже так интересно даже лучше и интереснее без телефона тут короче все конечно в живности сейчас я вам жабу покажу видели жабу привет большая такая лаки фу-фу-фу-фу-фу-фу дорогой дневник мне не подобрать слов чтобы описать боли унижения которые испытал сегодня моя жизнь поломана навсегда лаки ну что такое у нас охотник покkes во DartmouthThat фунт 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 карты У нас сегодня будет обед. Согреваем остатки вчерашнего. И еще нам готовят... Слово остатки при этом звучит так себе, я вам скажу. А еще нам готовят очень вкусняцкие драники. Поэтому у нас вообще-то обед будет классный. Посмотрите, какая красота! Нереально. Милана. Это моя порция. То есть у Миланы прям особая, да? Это Данкина. Там подписано. У нее... Там не было больше. А это родители. Тащи вилки. Вилки, спасибо большое. Пожалуйста. Так, у нас Данил тут сегодня уже... Дроващи. Дровишки рубит. Пообедали, решили поиграть сейчас в имена. Я буду называть имя мальчика. Ребята будут писать, да или нет. Вы только друг другу не показывайте. То есть вам обоим нравится. Тогда это имя будет одно из возможных. Можно. Прилагать, который тебе нравится. Ну, а я... Нет, я буду все подряд говорить. Может быть, потом мы с папой будем из этих имен. Тоже да, нет. Ты будешь их почитать. Да, нет. А ты только мальчика же? Я буду только мальчика. Нам же нужно имя мальчика выбрать. Коля. Нет, не знаю. Готов? Раз, два, три. Нет. Так, окей. Дай мне. Все. Следующее имя. Саша. Александр. Саня. Саша. Готовы? Да. Раз, два, три. Да ладно, почему у вас совпадает? Готовы? Да. Артем. Готовы? Да. Давайте. Нет, у Миланы, да, у Дани, поэтому раз оно не совпало на «да», мы его тоже не записываем. И идем дальше. Готов? Да. Илья. Илья Муровиц. Готовы? Давайте, показать. Илья тоже нет. Я, короче, сейчас скажу имя, которое точно нравится Милане, я знаю, что она скажет, да. Миша. Даня, пожалуйста. Вот, понимаете, почему нам так сложно теперь выбрать имя-то на самом деле? Ну, ты же на Глеба сказала нет, все по-честному. Вот так, прошел уже час, и мы пытаемся все выбрать имя, и как-то у нас с этим пока туго, я не могу сказать, что даже хотя бы одно имя ушло в список ожидания хотя бы под вопросом может быть, представляете? все или одному нет, или другому нет. Представляете, как сложно выбрать имя, когда у вас четверо в доме. Я знаю, какое имя я скажу. Владимир. Владимир Путин. Молодец. Политик, лидер и борец. Так. Владимир Путин. У нас есть друг Вовчик. Всем покажет огонь. Готовы? Да. Да ладно! Серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Вы так чисто по приколу сейчас или нет? Мне уже надоело. Я пойду с собакой погуляю. Он, наверное, скучает. Вот еще одна причина, почему имя у нас выбрать все никак не получается. Потому что мы так долго это делаем, что потом кто-нибудь все равно скажет, что все, я устал, все, я пас. С удовольствием. Нифига. Ничего не нашел. Такая вот зона тут есть. Можно посидеть, почилить. Костерчик. Цветочки. Прелесть. Приятного аппетита. А мы уже дома доедаем наш обед, который мы не доели. Да, Данюшка? Нам было пора уже уезжать. Поэтому мы, несмотря на то, что в глуши нереально круто, тихо и здорово, ну мы, во-первых, там как бы побыли. Довольно большое количество времени вчера, целый день сегодня. Вот. У нас уже, в принципе, вечер, закатное время. Мы вернулись домой. Имя, но машине тоже долго выбирали. Думали. Пока осталось под вопросом. Как говорится, что-то пошло не так. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В ссылочках мы также оставим в описании место, где мы были, чтобы вы могли его найти. Пишите в комментариях имена, как вы думаете все-таки назвать нашего молоча. А мы прощаемся до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok